Я пастор. Люди часто делятся со мной самым сокровенным. Для многих грех стал настоящей проблемой. Существует два вида греха — явный и тайный. Явными грехами являются, например, курение, порнография, сквернословие, употребление наркотиков и алкоголя. Все это явные грехи. Но есть грехи, невидимые глазу. Это грехи в сердце. Горечь. Непрощение. Они наносят такой же вред, как и явные грехи. Но в Библии написано, что мы можем победить грех. И что Бог поможет нам избежать греха. Слово «избежать» происходит от греческого «экбасис», что значит «отказаться участвовать». Точно так же, как вы впали в грех, вы можете отказаться в этом участвовать. Эта программа поможет вам уйти с неверного пути, научит, как принимать правильные решения, чтобы вы были готовы сказать «нет» греху во время искушения. Я верю, что Святой Дух даст вам ответы на ваши вопросы во время просмотра этой программы. Не переключайтесь. Но прежде чем начать проповедовать, хочу задать вопрос. Кто из вас использует в интернете сайт ВКонтакте или Фейсбук? Кто пользуется? Вы читаете то, что я пишу? Да. Хорошо, просто хотел узнать. Вы знаете, количество наших друзей уже почти 20 тысяч. Мы уже дружим с 20 тысячами. Поэтому радостно когда у тебя есть возможность общаться с большим количеством людей. И пожалуйста, друзьям расскажите, что можно посмотреть мои видео в интернете. Неважно, где бы я ни был, я всегда уделяю 2-3 минуты тому, чтобы записать это видео, через которое я общаюсь с людьми по интернету. Вы с Библиями пришли? Поднимите Библию наверх. Хорошо. Сегодня я хочу открыть вашу Библию к Колоссянам 3. И я буду говорить сегодня на основании этой главы сегодня. И на следующей неделе продолжу. Мы сегодня начнем. И посмотрим, насколько далеко мы сможем сегодня продвинуться. Мы начнем в 3-й главе, Колоссянам. И я хочу начать в 3-й главе. Начинаем с 1-го стиха. Третья глава, с 1-го стиха. Отец, спасибо за это время, которое мы проведем, разбирая Твое Слово. Спасибо за помазание Святого Духа. Дух Святой, яви нам сегодня Божье Слово. Открой его нам. Накорми, насыть наше сердце. Насыть нашу душу. И мы видим в Тебе великого Учителя. И мы осознаем, насколько мы зависимы от Тебя. Пожалуйста, даруй нам все, что нам нужно. Во имя Иисуса. Аминь. Колоссянам 3-я глава, с 1-го стиха. Если вы воскресли со Христом. Здесь есть люди, которые воскресли со Христом. Аминь. Мы же воскресли. И вот заповедь. То ищите горнего, ищите того, что наверху. И ищите. Это слово описывает процесс преднамеренного, интенсивного поиска. Нужно на самом деле искать, стремиться к горнему. Где Христос сидит, одешенную Бога. Я уже говорил вам. Что я каждое утро начинаю свой день. С того, что я начинаю стремиться к горнему. Я ищу того, что наверху. Я ничего не ем. Не пообщавшись с Богом. Я вообще не склонен к законничеству. Но в этом вопросе. Я ввел закон. Потому что я нуждаюсь в Божьем слове. И я смогу помышлять о горнем, о том, что наверху. Только если я специально, преднамеренно. Буду делать что-то для того, чтобы помышлять о горнем. И это заповедь Писания. Я беру Библию. Я беру Библию. Я sit down. Я начинаю читать. Я focus на каком-то отрывке Писания. Я концентрируюсь на каком-то отрывке Писания. Sometimes I read a lot. Sometimes I read very little, but very intensively. But my purpose is not just to be able to say, Oh, I fulfilled my quota today. I read until I'm full. I read until I feel that something's happened in my heart. Я читаю до тех пор, пока я не почувствую, что что-то в сердце начинает происходить. And when I walk away, And when I walk away, My mind has been on things above. Я знаю точно, что я помышлял о горнем. Paul says, И Павел, Where Christ is seated at the right hand of God. Написал, помышляйте, Ищите горнего, Ищите того места, Где Христос сидит о десную Бога. My friends, Christ is our real identity. Друзья, на самом деле, наша тождественность во Христе. He is our identity. Христос, наша тождественность. Мы в нем. We are in Christ. Мы во Христе. We are seated in heavenly places in Christ. И мы посажены на небесах во Христе. And notice the Bible says, Написано в Библии, He is seated at the right hand of the Father. Что Христос сидит о десную, То есть по правую руку Бога. The right hand was the place of authority. Правая рука — это символ власти. So when we are focusing on Christ, We are not focusing on who we used to be. Мы уже сконцентрированы не на том, какими мы были. We're not focusing on our failures. Мы концентрируемся не на своих неудачах. But we're concentrating on Christ. Но мы сконцентрированы на Христе. Who is our life. Который наша жизнь. And that place where our authority comes from. И наша власть исходит от Него. And then it says, И далее написано, Set your affection on things above, not on things which are on the earth. Что нужно помышлять о горнем, а не о земном. And when the Bible says, Set your affection on things above, Помышлять в английском переводе, Пусть ваша страсть стремится. К греческому на самом деле написано, Просто думайте. Вы должны дисциплинировать, приучить свой разум. Приучить себя размышлять о том, что наверху. И вы должны себя приучать, должна быть дисциплина. И мы с Денис в нашей семье приучили себя, мы себя дисциплинировали. Когда мы куда-то едем на машине вместе, если вдруг мы чувствуем, что какой-то негатив появился в разговоре, речь даже не о том, что мы ссоримся, нет. Просто какая-то негативная атмосфера, вдруг мы почувствовали. Мы друг другу помогаем. Мы начинаем помышлять о горнем. Давай поговорим об истине. Давай поговорим о том, что чисто. Если что-то достойно хвалы, если что-то достойно хвалы, есть в чем-то какое-то благочестие, добродетель, давай об этом говорить. Вы принимаете преднамеренное решение, что перестанете смотреть на то, что окружает вас. Но вы решаете смотреть наверх. Аминь. Аминь. На прошлой неделе в Нью-Йорке I was walking through Times Square with Philip. We stopped to stay in New York on the way home. And I looked around Times Square and I thought to myself, this place has so much flesh. The advertisements, the appeal of the lights, the skin on all of these advertisements, I mean, all of these thoughts, it's sensual, it's fleshly, it's intended to gratify the flesh, and I thought to myself, in this world we live in today, we have to work especially hard to put our thoughts on things above. that's why we're disciples. It takes discipline to do what I'm talking about. You've got to think higher than those things that are around you. You've got to train your mind to do this. If you're married, you can help each other. You can say, sweetheart, I think your thoughts could be a little higher. Well, when Denise usually says that to me, I don't jump for joy. Sometimes I don't like it. But she's right. My thoughts could be a little higher. Let's talk about Jesus. Sitting at the right hand of the Father. And we'll just start talking among ourselves. Jesus faced the impossible. He conquered death. Oh my goodness, it makes what we're facing so small. And when you put your mind on Christ, and you magnify on Him, everything else you're facing in life seems to get so much smaller. But in verse 2, it says we have to decide to do this. We have to decide to think about things that are about us. I'll give you a great example. I could walk in this room and look at this wall and I could say, oh my goodness, oh my goodness, we're only halfway there. But every time I look at that wall, I say, thank you, Jesus. Look how much God has already given us. What God has already given us. Wow, it's amazing. Wow, God is with us. We have to train our mind to think on things which are above us. Actually, we insult God with our thinking. На самом деле, мы оскорбляем, мы наносим Богу оскорбление своим мышлением. When we doubt, that is an insult to God. For God, it's a shame. Who has been so much and proven himself so many times. Господь множество раз явил нам свою верность и доказал ее. And so, we want to think above. Then it says in verse 3, For you're dead and your life is hid with Christ and God. I'm so thankful for that verse. How many of you are glad that you're dead and your life is hid with Christ and God? For this verse. You're glad that you died and were buried with Christ's life in God. Who you were no longer exists. Now you're in Christ. You're now in Christ. What a wonderful verse for us to build our life on. What a wonderful verse for us to build our life on. You're dead and your life is hid with Christ and God. And your life is hid with Christ and God. Your life is above. Ваша жизнь наверху. Your identity is above. Ваша тождественность наверху. You're a brand new person. Вы абсолютно новый человек. You are in Christ. Вы во Христе. 2 Corinthians 5, 17 2 Corinthians 5, 17 says, All things completely passed away. Написано, что древнее прошло. And all things have become new. и все новое. Everybody say, all things have become new. Давайте скажем, теперь все новое. Hallelujah! That's something we're shouting about. Нужно кричать об этом. Then, verse 4, when Christ, who is our life, not Christ, who is a part of our life, написано, что Христос не просто часть нашей жизни, who is our life. Написано, что Христос жизнь ваша. That's how rooted we are in Christ. Вот насколько мы укоренены во Христе. That's how much our identity has changed. Вот насколько изменилась наша тождественность. Christ, who is our life, Христос жизнь наша. We have no life apart from Him. Без Христа у нас нет жизни. When Christ, who is our life, will appear, then shall we appear with Him also in glory. Тогда и вы явитесь с Ним во славе. Hallelujah! That day is coming. In light of all of that, look what He says in verse 4. Mortify therefore your members which are upon the earth. Вернее, в пятом стихе. Итак, умертвите земные члены ваши. Fornication, блуд, нечистоту, inordinate affection, страсть, злую похоть, и любостяжание, которое есть идолослужение. Давайте начнем с разбора этого слова умертвите. The word mortify is from the Greek word некрос, and that is the Greek word for a physical corpse. You know, I grew up in a neighborhood. The biggest park near my house wasn't really a park, it was a cladbyshire. Great big cladbyshire. My grandpa was there. My grandma was there. We had lots of relatives who were there. And it was beautiful. It had great big trees. And when we wanted to get out and run around and have fun, we would say, Mom, we're going to the cemetery. And so that's where we played. Now today, when you go in a Russian cemetery, they put little fences around every grave. But in American cemeteries, it's just big, big rolling hills with tombstones. But you can walk on the graves, run on the graves. And I just grew up playing in that cemetery. I would stand in the distance behind a tree and I would watch while funerals were happening. I would show up before the funerals began and I would look to see how the holes were dug. And the first job I ever had, believe it or not, it was in that cemetery. That was my first official job. You say, Pastor Rick, what did you do in the cemetery? Well, I did what workers do in the cemetery. I mowed the grass. I cut the grass around the tombstone. I took care of the mausoleum. If there was a grave, I helped dig the grave. When the funeral was finished, I helped bury the grave. Everything about the graveyard, that was my job. I can even tell you what happened to the flowers. There are flower thieves. And especially after a big holiday celebration, the graveyard is just filled with plastic flowers. So, the next day, when no one's looking, little by little the flowers begin to disappear. And that's because the flower thieves have come, and they're taking them home, where they make them into something pretty for their houses. So, being in a cemetery, working among the dead, that's part of what I did when I was a little boy. And then, when I became a pastor, I've told you before, about the first funeral that I ever conducted. was amazing. It was a man 65 years old, and he died, and his mother was 85. They were both unsaved, and an unsaved funeral is so sad. Well, in the United States, funerals usually are held in funeral homes or in churches. And the casket is at the front, and everyone comes to the front one at a time and walks past the corpse. But it usually begins with a family. Everyone else stays quiet. And out of honor for the family. The family comes first. And usually it's very quiet. They usually touch the hand of the dead person. Maybe give them a kiss. Then they walk out. And so I was standing at the head of the casket, and I was standing there to greet the family as they came by. And this 85-year-old woman dressed in black, And this 85-year-old woman is dressed in black. She came staggering toward the coffin. She came staggering toward the So, taken with grief. And at first, everything seemed normal. And at first, everything seemed normal. She looked at her son. Она посмотрела на сына своего, умершего, начала плакать. And all of a sudden she cried out. And all of a sudden, she cried out. So what she was about to do, I could have never prepared for. И я не был готов к тому, что она сделала. Before I knew what was happening, this 85-year-old woman had crawled inside the casket. I mean, I was so shocked. She is now in the casket. Her whole body laying on top of the dead body of her son. And she is taking him by the shirt. And she is taking him by the shirt. Начала трясти его. Saying, talk to me. And she is taking him you're not leaving me. You're not leaving me. And I was so stunned. I kept looking at the senior pastor saying, what in the world? What are we supposed to do with this? And praise God, there were some ushers there. They came and pulled her out of the casket. Они подбежали, вынули ее из гроба. And she tried to pull him out of the casket. Она пыталась сына своего умершего вытащить из гроба вместе. And as she walked out of that building, she said, talk to me. Talk to me. Don't leave me. не бросай меня. My first experience. And here's what I learned. The dead are dead. When I was growing up in the cemetery, I never met anybody from one of the graves. If I walked across a grave, nobody from down under the earth said, hey, quit walking on top of me. Никто не кричал оттуда снизу, и хватит ходить по моей могиле. Если умер, так умер. Умер, все. Я хочу вас подвести к одной мысли. Буквально недавно здесь в Москве были похороны. И я захотел, чтобы туда поехали некоторые люди. И я попросил одного человека туда поехать. Я попросил на эти похороны поехать человека, который раньше на похоронах не бывал. И, знаете, есть кое-что в мертвых. Люди боятся мертвых. Люди боятся смотреть на тех, кто умер. И, знаете, люди страшатся умерших. Понимаете, да? И в этом стихе написано, что нужно умертвить земные члены. речь идет о ветхом, о прежнем человеке. Ваш ветхий человек распят со Христом. Скажи, аминь. Римлянам 6.6 написано, зная, 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 что ваш ветхий человек, то, кем вы были раньше, он распят со Христом. И это тело греховное уже не должно вас контролировать или вами управлять. И теперь Христос наша жизнь. Наша жизнь Христос. Слава имени Господа. И теперь в пятом стихе он говорит, умертвите. Умертвите. Считайте умершими. Смотрите на своего прежнего человека, как на труп. И точно так же, как в трупе нет жизни, а тот, кто умер уже из могилы, не выберется. Есть определенная часть нашего естества прежнего, которая должна быть безжизненной. Есть вещи, за которые нам даже уже прощение не нужно просить. Потому что верующие просто этих вещей не делают. Это все дела плоти. Мы раньше это делали. Но эти вещи должны умереть и превратиться в труп в нашей жизни. Нет в них жизни. Нет пульса. Нет дыхания. Они умерли и превратились в труп. И далее он начинает перечислять, что это за вещи. И мы будем разбирать седьмой стих. Начиная со седьмого стиха, он описывает вещи, с которыми борются верующие. И мы на следующей неделе будем больше об этом говорить. Бог хочет, чтобы вы преуспевали. Он желает сделать вас настолько богатым, чтобы вы могли восполнять не только все свои нужды, но и помогать другим. В Божьем Слове содержится наставление, как быть благословенным и по-настоящему преуспевающим человеком. Предлагаем вам книгу Рика Реннера «Десятина и пожертвования» в качестве подарка. Если вы хотите получить эту книгу от нас в подарок, сообщите об этом на нашем сайте www.mediamir.org в разделе «Подписка» «Электронные книги». И мы вышлем вам ее по электронной почте. Для меня Иисус является другом, помощником. Спаситель и Создатель. Он прежде всего заступник. Может выслушать, может понять. В первую очередь является освободителем для меня. Произошло изменение внутри меня, произошли исцеления. Пас меня от смерти как от физической, так и от духовной. Он мой защитник, и я твердо с ним прохожу. Все испытания или трудности, которые на моем пути встречаются. Папа, ты забыл Библию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова